Вот же, ради представить нашего ранкового гостя, фотограф Юлия Боярина. Доброго ранку! Доброе утро! Ну что ж, поговорим о теме, которую ты заявила. Достаточно таки резкая тема, потому что многие за, многие против, вообще фотосессия в храме. Как твоё отношение к этому, какие мнения слышала? Чисто для меня это вообще одна из любимых видов съемки. Я очень люблю фотографировать в храме из-за непередаваемой атмосферы. Фотографии в храме ни с чем не сравняться ни с какими другими. Они для меня как-то особенные. Но опять-таки, там же особенное освещение. Как с этим бороться? С этим нужно бороться, под это нужно подстраиваться, как-то находить. Вообще храмы, там очень интересное освещение и всегда можно найти. Я редко встречала храм, где совсем темно, совсем невозможно ничего снять. Да, зачастую есть такие церкви небольшие, где недостаточно освещения. Но можно найти. Я использую довольно-таки хорошую технику, где можно выставить высокое ISO, не теряя качество кадра. И можно снимать. Ну, по поводу качества кадра, да, друзья, по вечерам грузил фотографии. Качество хорошее. А по поводу самих, самой фотосессии. Вот, например, часто, когда, например, с телевидением сотрудничество, да, происходит, там церкви нужно поснимать или возле церкви. Некоторые церкви просят за это определенную сумму. Как быть здесь? Прежде чем вообще приступить к... И вообще договор идет у меня с клиентом по фотосессии Кристин. Мы поговорим сегодня о Кристинах, так скажем. То первым делом, что я говорю, это я говорю, договорились ли вы в конкретной церкви о том, что будет происходить съемка ваших Кристин. Еще ни разу не было мне отказано. То есть люди договариваются, но в разных церквях есть разные мнения у батюшек. В любом случае, прежде чем начать съемку Кристину, фотограф должен подойти и чтобы батюшка благословил на съемку. Чтобы кадры не улетучились после съемки. Чтобы все было хорошо, пленка не засветилась. По поводу батюшки и его благословения понятно. По поводу суммы, соответственно, я слышала. Нет, какая это может быть сумма от и до? Я тут не могу вам ничего подсказать, потому что это не мой вопрос. Я фотограф. Меня приглашают клиенты. Я умываю руки. Там они уже сами решают. То есть это индивидуально уже. Я думаю, это индивидуально зависит от, действительно, самой церкви, от батюшки. Я думаю, что у каждой. Если мы говорим об этой фотосессии, что необходимо взять с собой? Возможно, какие-то вещи определенного цвета, которые легче будут фотографировать, соответственно, лицо не будет красным или бордовым или зеленым? Дальше, да, когда мы разговариваем о том, что же, после того, как я рассказала, что нужно договориться, в какую церковь, я советую, могу посоветовать. Если, к примеру, все равно, в какой церкви снимать, они мне говорят, главное, чтобы красиво было. Кто-то ходит в определенную церковь, в определенную батюшку, они вот, как бы, прихожане этой церкви, это, да, я подстраиваюсь под людей, да, да, я могу прийти заранее в церковь, если я, к примеру, там ни разу не снимала, да, вообще те, то я могу подойти заранее посмотреть, не поснимать, а просто посмотреть, мне достаточно будет. Вот, и дальше мы приступаем к разговору о том, что же одеть. Я не буду сейчас рассказывать о том, что брать с собой в церковь, потому что им дают список. Ну, начиная, там, от каравая или хлеба, там, крестик, все, все, им дает список церковь, что им нужно для обряда, они это возьмут. Я на себя беру то, что я могу посоветовать одеть. В плане фотосессии, да, чтобы было так красиво. В плане, да, чтобы смотрелось гармонично, как в кадре, я советую, что одеть и ребенку, и крестным, и даже гостям. Ну, вот если такие универсальные правила есть, то давай мы хотели бы их тоже услышать все. Самое универсальное правило – это цветовая гамма должна быть очень спокойная. Никаких клеток, пятен, роз, цветов, каких-то ярких гамм. То есть такие мягкие пастельные тона, да? Да, мягкие пастельные тона, которые будут очень спокойно смотреться. Это будет, может быть, бежевый, там, серый. И для женщин, естественно, это платье, юбка, желательно, ну, за колено. Часто встречаются… Не только для фотосессии, но и как бы, друзья, это церковь. Да, ну, знаешь, есть такое, как бы у нас, не у всех людей есть такие вот для церкви специальные вещи, поэтому бывает одевают длинное платье, но оно немножко выбивается из церковной тематики, потому что оно какое-то то ли вечернее, то ли, ну, вот, как чуть ли не со стразами. Этого тоже нужно избегать. Лучше одеть какую-то длинную юбку, какой-то, может быть, свитерочек такой. Ну, естественно, всем девушкам платки, и платки тоже я прошу, желательно не красные, потому что вот даже вот из гостей прошу, ну, не всегда, конечно, все прислушиваются, но из гостей, особенно. Ну, вот съемка идет, кадр, ребенок, крестный, все, и вот на заднем фоне кто-то стоит в ярко-красном платке. Мне очень тяжело перебить потом этот красный цвет. По поводу цвета платка тогда, что это, белый, желтый, пастельный такой вот, да? Да, да, белый, белый смотрится вообще идеально цвет. Для ребеночка тоже советую какую-нибудь одежду до того, как его будут окунать в купель, и потом его заворачивают, берут, или будет такую красивую тоже ткань. Ну, конверты разные вариации сейчас есть тоже, по цвету этого конверта, по материалу, соответственно, что лучше? Тоже опять-таки эти ткань. Тоже, да, спокойные, спокойные цвета, белые, с какими-то, может быть, вышивкой. Теперь по самой фотосессии. Как происходит это все внутри, вот по практике, если исходя из всего? То есть это просто как репортажная съемка, то есть ты все время работаешь где-то на заднем фоне, скажем так, не вмешиваясь в процесс, либо есть возможность после еще сделать? Да, у меня начинается съемочный процесс до еще входа в храм. Я начинаю уже работать где-то вот возле церкви, возле храма. Если есть возможность, у нас есть время еще до входа, я поснимаю какие-то постановочные кадры перед храмом. Если есть возможность взять полный кадр с крестами, весь храм, то есть не обрезая крестов. Если нет возможности, то по максимуму такой широкий кадр. И при входе уже в церковь, когда начинается обряд, то, конечно, задача фотографа быть максимально незаметным. Я, естественно, предупреждаю всех присутствующих еще до входа в храм, чтобы на меня вообще не обращали никакого внимания, совершенно никакого. Что бы я ни делала, на меня не обращали внимания. Они были посвящены полностью в обряд, слушали батюшку, выполняли его просьбы. И были как бы полностью, мне надо передать атмосферу праздника, атмосферу храма. Вот моя задача перейдать. Ну и какой-то, опять-таки, камерности, а не работы на камеру. Да, были такие моменты, когда вот я подхожу, были снять более близкие кадры, на меня поворачиваются и мне улыбаются. Ну, то есть я показываю, этого не делать. Да, для фотографов желательно можно подойти к батюшке заранее, когда поросишь благотворение. Если фотограф не знает, как себя вести правильно в храме, куда нельзя заходить, куда можно. То есть нельзя никогда переходить за батюшкой, нельзя пересекать линию между батюшкой и... Вариант фотографии батюшки со спины, конечно. Я со спины батюшку могу сфотографировать. Дело в том, что нельзя просто переходить между батюшкой и отарем. То есть мне нужно постоянно всю процессию с разных сторон обходить аж за гостями. То есть я перебегаю вот так. Можно заранее посмотреть, где стоит купель. Она обычно либо в центре стоит, либо чуть-чуть правее-левее. И можно заранее спросить у батюшки, с какой стороны мне лучше именно снять самый главный кадр, когда окунают ребеночка в купель. То есть, по сути, все должно обсуждаться. Теперь по поводу самих фотографий я предлагаю их также еще более крупно посмотреть и нам, и телезрителям, для того, чтобы прокомментировать, какие могут быть вариации и, соответственно, как эти фотографии оформить. В какую-то книгу есть ли возможность это сделать. Конечно. Так, по поводу фотографии. Их формат, я смотрю, их здесь несколько, да, ты комбинируешь? Да, я делаю такие вот именно с деталями, сочетаю фотографии. Мне просто очень нравится в церкви снимать какие-то детали, атмосферу. То есть мы какие-то... Вот здесь видим как раз вот светлые, да, тона? Это, да, снято на улице, перед церковью. Это лето, тепло, поэтому... Вот по поводу времени, когда все-таки оптимальнее всего, это, наверное, лето, весна, да? Тут как бы зависит еще тоже, как родители решили, когда родился ребеночек. Конечно, зимой очень редко, потому что холодно, никто не хотел бы раздевать ребенка. Чаще всего это лето, весна, осень. Вот здесь видим тоже еще варианты этих фотографий. Это вот снимки уже тоже после, после Кристин. А то есть такую, скажем так, фотосессию после и до тоже можно сделать, да? Да, то есть у меня сначала... Если классически, да, брать вот этот набор. Вот классический набор, это приходим до, немножко, если есть время до. Потом после того, как обряд уже завершен, и все уже как бы окончено, сама церемония крещения, я еще делаю несколько кадров постановочных уже внутри церкви, то есть там, где мама уже вошла в церковь с мамой, с папой с ребенком, крестные бабушки с ребенком. Я уже делаю постановочные. Тогда, когда я могу управлять светом, когда я могу управлять людьми, я их выставляю. И делаю еще полный, ну, как бы... Манипулятор такие прям. Всю компанию снимаю внутри церкви. Я понял. То есть есть потом возможность еще дома продолжить. Для этого нужны и крестные родители? Приглашают их домой или как? Это зависит и чисто, и индивидуально вообще, как у людей принято. Так что, друзья, вариаций, как видите, очень много. Самое главное, как и итог каждого нашего разговора, это подходить продуманно к этой фотосессии, пообщаться как с фотографом, так же и с батюшкой, определить все моменты для того, чтобы понять, и не было никаких казусов во время уже самой фотосессии, самой процессии. Поэтому спасибо тебе большое за то, что сегодня к нам пришла. Проанонсировала, что есть такая возможность, друзья. Так что не упускайте шанс. Юлия Боярина готова принимать заказы.